Все менялось вместо меня. Я почувствовал, что я просто большой карандаш в чьей-то руке, и это все происходило. Я после этого, могу вам сказать, поверил в Бога. Я понял, что я просто маленький человек, и эти энергии входили в меня. А потом они меня выплюнули. Сказали, хватит, отдохни. Писательство, вот эта самая экритюра, о которой мы сегодня говорим, это великая тайна. И именно поэтому она затягивает тысячи и тысячи лет новых и новых читателей. Если бы это была просто игра, сатира, политическая дискуссия, все это бы не стоило никакого значения. Что газеты, что журналы, что пустые статьи, это ничего не отражает. Они отражают только наш с вами поверхностный ум. Но писательство, если писатель действительно что-то стоит, он инструмент творения, и его надо беречь, несмотря на то, живет он где? В демократии, в автократии, в тоталитаризме, в мусульманстве или в православии. Поэтому давайте любить писателей и относиться к ним хорошо, нежно, с большой любовью. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Николай Пьетев Качупа благодарит професор Овердилионе за ето новое конференцио. АПЛОДИСМЕНТЫ Особенно восхищен от последних двух выступлений. И все время думал о следующей теме, которая будет политика. Я думаю, что тема письмо намного лучше от тема политика, но это надо рассматривать все проблемы нашего мира. Письмо. Писатели много писем написали в жизни и можем сказать, что все произведения это письма. Письма к времени, письма к другим писателям, письма к истории, письма к будущим. Я буду очень коротким. Жаль, что не мог дать свое время Георгия Гачева, но я прочитаю один текст, который очень связан с нашей темой. Письма к дочери. Может, необходимый такой рекурс сегодня. Трубы старого дома, построенного еще моим прадедом, дымятся. К звездной вершине поднимаются какие-то новые белые, как будто незнакомые послания. По крайней мере, они мне непонятны, кто их отправляет и кто их понимает. По крайней мере, они мне непонятны, кто их отправляет. По крайней мере, мне они непонятны, кто их отправляет и кто их понимает. В одном, я уверен, старый дом нам нашептывает новые слова. Скорее всего потому, что в нем живет моя маленькая годовальная дочь. Явно, что она отправляет послания. Интересно, что она говорит небу и холодным мерцающим звездам. И чем они отличаются от тех посланий, которые я и мой отец и мой дед тоже отправляли в детстве звездному небу. И почему это меня так интересует. Если ты хочешь кого-то понять, значит, ты его любишь. Отцы тают от нежности к своим дочерям. И наоборот, наука объяснила, почему. Я так ее люблю, что хочу рассказать ей все, что знаю. Хочу с ней говорить и потом, когда однажды утром уличу на юг к звездам. И когда я не смогу с ней разговаривать, то звезды по-прежнему будут отправлять ей свои сигналы. Поднимай голову, дочка, и слушай. Человек, который не смотрит в небо или живет с сжатым сердцем, необщительный и скритый человек. Милая моя девочка, новый мир будет твоим. Я вряд ли смогу предугадать все события и просчитать все варианты, чтобы от всего тебя защитить и уберечь. В ладонях, в гнезде, под крышей, под одеялом и всеми силами своей души. Ты прочтешь это письмо, когда уже станешь взрослым, когда намного больше будешь знать и о мире, и о себе. Не покажется ли оно тебе вычурным? Поверь, я этого не хочу. Я просто хочу, чтобы помочь, чтобы твоя жизнь была полной, глубокой, созидательной, умной и красивой. Моя была такой, у тебя тоже будут дети, ты тоже напиши им письмо. Это наш долг. У меня есть один единственный совет. Сохрани свой старый прадедовский дом. Не продавай его, хотя бы и потому, что в нем твоя мать учила на стихотворении. В этом доме мой дед вернулся с войны живым. Представляешь, какая была эта радость? Любимая его дождалась и родила ему двух сыновей. Этот дом видел много скорби и радости. У него есть чердак для обозрения, очаг для тепла, цветы для украшения, самшит для кладбища и елка для Рождества. Он такой, во дворе родниковая траба, кладец и стол, который стоит под навесом и за которым можно перекинуться задушевным словом на братца ума. Это твое отечество. Знаю, мир становится все меньше. Но эта твоя родина останется большой. И если чувствуешь со всей силой своей национальной души, если всем умом понимаешь ее неповторимость, «Понимаешь меня, правда, тебе будут предлагать много денег, но ты не продавай. Я живу во времени, когда большие деньги побеждают больших идей, но я верю, что в человеческом небе задует другой ветер. Ты будешь смотреть времени в глаза. Если кто-нибудь тебе скажет, что деньги вечные, как сама жизнь, зачеркни его. Верь тому, кто торопится делать добро, тому, кто переделывает жизнь. Это искатель и глушитай, следуй за ним, делай как он. И нет ничего страшного в том, что будешь быстро гореть. Верь каждому человеку и не верь, что есть лужцы. Беловасая соседка научит тебе печь хлеб. Если у тебя останутся крошки дружбы, сохрани их в горстке. А пока пиши послание звездам и отправляй их из трубы старого прадедовского дома. Какая замечательная профессия для годовалых». Спасибо. Спасибо. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добрый вечер! В начале своего выступления хочется поблагодарить господина Вардельоне за прекрасную организацию дела, несмотря на жару и на то, что много всего такого интересного, сложного ощущения, очень приятное от того, что здесь происходит, и главное, ощущение очень хорошего и высокого вкуса, как и у тех, кто выступает, так и у тех, кто слушает. Трудно говорить после Виктора Ирофеева, поскольку каким-то образом он довольно емко ответил на ту часть вопроса темы письма, которая интересует писателя. Но все же я позволю себе несколько эту тему развить. Жульен Грак в романе «Сумрачный красавец» писал о том, что всякий буквенный текст, письмо художественное, писательское, оно имеет под собой некий еще внебуквенный текст, некое ощущение текста, который писатель должен угадать. И, пожалуй, это действительно то, что отличает письменность просто от письменности художественной. Когда я размышлял над темой этого симпозиума, мне сначала показалось, что она поставлена далековато от общественно-писательской жизни, но впоследствии я понял, что это не просто очень метко, но и для России очень своевременно, поскольку сейчас предпринимается, на мой взгляд, достаточно активная атака на русский язык и на русскую письменность. Я далек от того, что эта атака осуществляется какими-то темными силами или есть следствие некого заговора. Это, естественно, объективное положение вещей, связанное с тем, что в России на первый план выходят некие грубые энергии, энергии финансовых компараций, энергии газа, дилеров, киллеров, брокеров, а письменность и язык — это все-таки энергии тонкие, и, естественно, они находятся в состоянии более слабом, и на них осуществляется довольно сильное давление. Так, несколько лет назад была началась попытка реформы русского языка, которая, слава богу, не состоялась. Смысл ее был в том, что язык не несколько упрощался. Ну, так, если посмотреть, ну, казалось бы, незначительные какие-то изменения, каких-то таких достаточно редких и частных случаев правописания, казалось бы, ничего тут трагического нет. Но на самом деле это было бы очень драматично, поскольку еще Лев Толстой писал, что мы не читаем слово по буквам, мы узнаем облик слова. И случайно психологи иногда проводят эксперимент, когда меняют в слове буквы местами, и человек очень быстро понимает, какое это слово. Поэтому попытка разрушить этот строй языка, этот мир, она, слава богу, в реформе русского языка не произошла, но происходит в повседневности. Это язык интернета, где люди иногда осознанно просто пишут не то, пишут с большими ошибками, пишут грубо и вульгарно. Это и язык средств массовой информации, когда мы читаем бегущую строку в информационных сообщениях, и видим там грубейшие орфографические и смысловые ошибки, или просто достаточно обидные и неквалифицированные опечатки. Что же во всей этой ситуации делать писателю, проводнику тонких энергий, когда роль и значение писателя с каждым годом в России становится все меньше и меньше? И вот здесь как раз и возникает вопрос того, о чем говорил Виктор Ерофеев. То количество писателей, которые пытаются за счет письменности послать некое сообщение читателю, некий месседж, они оказываются что ли неконкурентно способными в этой ситуации. Я несколько лет назад напубликовал статью, которая называлась «Зима в литературе» и связана она была с молодой литературой главным образом. Там я поставил два таких вопроса, что литература разделяется на два таких крыла. Одни писатели называют себя новыми реалистами, пытаются жизнь писать крайне жестко, грубо, резко. Им кажется, что это новая, хотя литература в мире и в России проходила это не раз. И вплетают, как им кажется, все мерзости жизни, в том числе и лексические, в свои произведения. И группа, которая появилась с другой стороны, группа таких, я бы сказал, христианских фундаменталистов православных, которые делали главным пафосом своих произведений некий назидательный момент. И я тогда предрекал, что и та, и другая группа, она, в общем, достаточно недееспособна, что, в общем, и подтвердилась с годами. Потому что вот эти вот все превходящие идеологические моменты в литературе, когда давлеет над писателем ни угадывание, ни интуитивность какая-то. Ведь Цветаева писала, поэт издалека заводит речь, поэт далеко заводит речь. И действительно, вот это вот начало издалека, оно и есть начало любого творчества. Очень часто писатель не знает, каким будет следующее слово, чем он вообще закончит свое произведение, особенно поэт. И вот именно писатели-интуитивисты, мне кажется, в этой ситуации должны выходить на первый план. Потому что если текст таит за собой некую тайну, то он всегда будет интересен, и никакие грубые энергии не смогут с ним завладать. Борьба вот такой грубых энергий с тонкой, она, к сожалению, меняет несколько моральный климат в обществе. Я тут недавно подумал, что в моем поколении, а я 72-го года, мои сверстники мечтали о каких-то профессиях. Кто-то хотел быть футболистом, кто-то пожарником, кто-то водителем троллейбуса, и никого не интересовало, сколько он будет получать денег за свою работу. То есть был очень романтический какой-то облик будущего. Сейчас же, к сожалению, мечтают именно о тех профессиях, которые будут приносить как можно больше денег. Я, не знаю, Виктор Ерофеев здесь или ушел, но ему, наверное, будет интересно, что я, будучи солдатом, со Советской Армии в 90-м году ходил в Ленинграде на концерты современных ленинградских композиторов и слушал монооперу по его рассказу «Попугайчик». Мне тогда было 19 лет, это был июль 1991 года, за месяц до развала советской власти. Но тогда я уже знал, кто такой Виктор Ерофеев, кто такой Валентин Распутин, какие идут в литературе полемики. Сейчас едва ли это все молодежи интересно и важно. И значение вот этих наших семинаров и значение писателя именно сводится к тому, что нужно угадывать, угадывать, угадывать и бороться путем эстетики с грубыми энергиями, а не путем, так сказать, именно каких-то смысловых сообщений. Ну и в заключение мне хотелось бы прочитать стихотворение, поэт не может не прочесть, которое, мне кажется, каким-то образом оно отвечает теме письма, заявленной на этой конференции. Написать бы стихи о любви, о высокой печали, о больших журавлях, что беспечно живут в небесах, и о тех смельчаках, что от стаи так дерзко отстали. Но слова пропадают бесследно на белых листах, почему мы забыли, как грустно и холодно в небе, отчего нам не внятен таинственный птичий язык. Мы привыкли к земле, только ей мы безропотно внемлем, только ей навсегда доверяем предсмертный свой крик. Это сложно, гораздо сложнее любви и печали. Не напишешь стихов, нарисуй журавлей молодых. От начала веков журавли ничего не прощали, и особенно тех, кто стихи сочиняет про них. Обретаем себя, родовое глотаем проклятие, в заколдованный воздух выходим, проходим насквозь. А на стульях висят одинокие женские платья и мужские сорочки, прожившие с платьями в рось. Спасибо. Я хочу подарить господину Вердельоне эту книгу своих стихов и журнал «Российский колокол», который я редактирую, в котором, как мне кажется, именно писатели, которые мучительно угадывают свой текст и свою судьбу, представлены. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 — Славик. Скор RHET crochet. —ِل..." — Славик. «Славик». «ESлавик». чтобы были что-то мне сказали. Славик. «Esлавик». «Славик». «adsе forces». «Славик». «Славик. «That's…» «ославик». ««ил Otto swordsman». «Osqupe год». «Slavik» «Slavик». Продолжение следует... 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 В результате того, что до 100 лет назад, до 60 людей, которые были в Иран, или Райс Джумхур, или Нурхозвазир, только 4 или 5 людей, были в Баргастан. В результате того, что до 100 лет назад, до 100 лет назад, до 100 лет назад, до 100 лет назад, и были в Иран, или были в Иран, или в Иран, или в Баргастан. Продолжение следует... 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 К нём не нравитсяiovнистальные дизельны, на если вы хотитеовать правительство. Ни из-за правительства, ни из-за правительства, ни из-за правительства. Ни елезюни легалей и пулите, ни не менее просто респеттаре на Конституцион, не ей пиас. Мы видим, что до 15 лет, 20 лет, на 1-5 суток, и потом 1-1 садится, иначе 1 садится, но 1 садится, иначе 1 садится, и 1 садится, и 2 садится, и 1 садится, и 1 садится, и 2 садится, и 2 садится. Конечно, 15 лет, комиссионы, для создания в Коституционе, и только что-то начислено, и не смеет ее. Ираны, 1年 прминах 1 садится, и подраздник, но 10 дней прминах, и все полночатся. Но 10 дней назад все были противоположной поддержки. И один месяц после элитии все пенсировано не иметься. И последнее ключ, по крайней мере, это очень важный ключ. И мы, Ираны, в Тееран, в Каби Дармещи. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Батисio Bandino Добро пожаловать в наш канал! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Quando ci insegnava a fare le astine «Fai la prima astina dritta e bella, quella fa da modello per tutte le altre». «Ma la mia mano indecisa, imprecisa, dava scarsi risultati». «La maestra aveva la convinzione del prototipo, dell'archetipo da cui tutte le cose derivano e invece alla deriva andava questa mia prima esperienza di scrittura. E insisteva questa voce nel dire «Fai in un sol tratto, in un sol tempo e poi segui la riga misurando la giusta distanza, una scrittura lineare, una scrittura spaziale». E così questa mia povera infanzia era costretta a questo teatro dell'unità di tempo, di azione e di luogo. E ricordo che c'era uno sforzo notevole perché tenevo il braccio ad angolo retto e con tensione muscolare e la penna che bisognava bagnare l'inchiostro e la sinistra teneva forte il quaderno perché non bisognava fallire l'impressa. E la maestra diceva «Che bella è una pagina di astine tutte precise, con la giusta distanza, fa piacere vederlo, l'occhio così ha la sua parte e il tutto». E dopo il primo mese di gestazione di astine passiamo all'alfabeto «A come aquila». E c'era nel libro di prima elementare questo bellissimo uccello rapace, ma non mi interessava tanto la letterina. E ce n'erano due, maiuscola e minuscola, non erano neppure simili, non erano neppure simili come la madre e la figlia. Mi interessava l'aquila perché l'aquila io la sentivo scendere a picco sulla preda dalle alture di Istellai sino alla valle dell'Annunziata dove c'era il nostro ovile e il suo grido era un allarme, bisognava costruire gli agnelli appena nati. B come bandiera e c'era la bandiera con i tre colori, ma ero preso dal narcisismo delle tre B Bacchisio, Bandinu, Bitti, il mio paese natale. La C sembrava una letterina facile, eppure avveniva o troppo aperta o troppo chiusa. E chiusa era la mia casa per chi non entrava nel segno dell'ospitalità. E aperta invece era verso il cortile dove c'erano le due mangiatoie dei cavalli quando rientravano dall'ovile e la legnaia. La O come Occa non mi rispondeva. Questa letterina rotonda con una virgoletta alta sulla destra non aveva nessuna relazione con questo uccello da cortile, goffo. Per me rotonda era il nuraghe che c'era vicino all'ovile. E rotondo era il pozzo sacro. E rotondo era anche il cerchietto del nuraggiorno intorno a cui mia sorella costruiva il suo corredo di promessa sposa. E la maestra ci diceva, rotondo come il ballo sardo, sballotunno. Ma in verità il ballo sardo, io notavo che ondeggiava e formava un'elisse a volte a seconda del ritmo del piede e del passo a seconda della voce solista, a seconda del ritmo dell'organetto diatonico. Insomma, non avevo buoni risultati con la scrittura in questo primo approccio. La maestra ci diceva, da come scrivete so se siete buoni o cattivi. Perché se avete una scrittura bella e una pagina ordinata, chiara, siete dei bambini buoni. Se no, se siete disordinate e avete una scrittura o macchiata o graffiata e non corretta, come le mie astine che venivano spezzate o sinuose, siete dei bambini cattivi. Perché la mia maestra era anche grafologa. Armando Verdiglione scrive a questo proposito, la grafologia si dedica allo scrivibile e al visibile. Nel passaggio dalle elementari alle medie la mia scrittura peggiorò, la mia esperienza di scrittura peggiorò perché dovetti pagare il costo di questo rito di passaggio. Fui rimandato a ottobre, così si diceva allora, in italiano. E la motivazione era esemplare. Il ragazzo non è maturo perché traduce dal sarto. C'era una colpa originale, la traduzione. E fatale mi fu l'ultimo componimento del terzo trimestre. Ci invitava l'insegnante a scrivere qualcosa sulle malattie infantili. E io ricordavo di aver avuto zarosa. Zarosa non sapevo che in italiano fosse la rosolia. Zarosa. E questa malattia mi aveva dato molta calentura, che nel mio paese traduce in italiano febbre. E calentura era la testimonianza precisa della mia immaturità. Se non che calentura per me era una parola originaria. Io forse conoscevo il termine febbre, ma la pulsione della scrittura mi portò in quel momento a scrivere calentura. Perché calentura per me era la memoria del tempo. Ricordo che quando nelle giornate affosse di agosto la gente diceva Oggi il tempo ha la febbre. E quindi questa parola mi ricordava il volto di mia madre semovente, con il corpo nella calura del 41 gradi, questi pannelli freddi sulla fronte. E calentura era una parola originaria. Febbre aveva un modesto campo semantico. Il termometro, la medicina, la farmacia. Così è sorta in me, per questa esperienza, una contraposizione insanabile tra oralità e scrittura. La scrittura per me, l'oralità è liberante. Io adesso mi libero parlando. Invece la scrittura per me è giudicante. Si è sviluppato un superio che mi minaccia quando mi metto a scrivere. Mi dice, stai scrivendo? Guarda che è contro di te. Bada bene che poi noi leggeremo. E quindi io ho coscienza oggi che quando scrivo qualcosa mi succede. C'è un occhio periscopico della gente, nella mia fantasmatica, che mi dice, scrive, scrive. E poi potrei anche prendere una carta da bollo e denunciarti. Il fatto è, non è dal passaggio dalla scrittura, dall'oralità alla scrittura, perché tutti noi abbiamo vissuto il passaggio dall'oralità alla scrittura. Ma il mio è stato traumatico perché sono passato dall'oralità in lingua sarda alla scrittura in lingua italiana. Io non potevo scrivere in sardo, era vietato, ma non potevo tanto neppure parlare in sardo, era vietato a scuola. Venivamo puniti. E quindi negata la memoria, negata l'esperienza, negata la particolarità nel lato di scrittura, è invece confermato nell'oralità. Ricordo che nell'ultimo congresso qui, no non nell'ultimo, nel penultimo, l'estate scorsa, avevo parlato, avevo inventato sul momento un mio intervento perché mi aveva colpito questa metafora qui dello sterramento, c'erano le ruspe, si costruiva il labirinto, e questa esperienza di labirinto mi ha portato a parlare di ciò, trascurando quello che io avevo pensato prima. E allora la redazione di Spirale, come se niente fosse, mi mandò la trascrizione e la sbobbinata. E io appena ho iniziato a leggerla, ho detto, questa è un'ingiustizia. E chi l'ha scritta questa? Questa l'avete scritta voi. Io non ho scritto niente. Infatti era illegibile. Non si poteva emendare nulla, non si poteva aggiungere, non si poteva intervenire in nessun modo perché assolutamente non mi apparteneva. Arbitrariamente loro hanno creduto che la voce mia potesse essere trascritta in una scrittura e io me la trovo davanti come qualcosa d'altro che non accettai. E di fatto ho lasciato da parte quella che era dissonante, quella che forse nell'oralità aveva una pausa significante, forse nell'oralità il silenzio completava proprio nel silenzio una traiettoria di senso o di possibili prospettive di senso. Lì me lo trovavo con sintagmi che andavano per conto loro, con spezzettature, assolutamente irriconoscibile. E infatti l'ho lasciato da parte e ho fatto doverosamente una bella scrittura di quelle attente del superio che era anche soddisfatto di questa scrittura e così ho mandato questo pezzo per la pubblicazione. D'altro canto dunque scuola elementare, scuola media mi hanno insegnato che non si deve giocare con la scrittura, che la scrittura è una cosa siria, una disciplina fisica che dispone verso una disciplina morale. D'altronde nel nostro ovile, nell'ovile di Babbo, non c'era nessuno scritto, solo sol bullettinos, cioè i documenti che bisognava esibire quando i carabinieri di campagna passavano a cavallo e chiedevano sol bullettinos per vedere se c'erano pecore rubate e l'abbigeato. E quindi soltanto questa era la scrittura, era una scrittura dell'imposizione, una scrittura della legge punettiva. E quando eravamo bambini e dovevamo andare a giurare una cosa assolutamente inconfessabile, né al padre, né alla madre, né al prete, neppure tra di noi, una volta giurato, citavamo un messaggio e dicevamo ci incontriamo in sapetra iscritta. C'era un'epigrafia latina in un bivio e dicevamo nos invenimus in sapetra iscritta. Questo era il nostro messaggio tra ragazzi e andavamo lì a giurare una mano sopra l'altra, senza pronunziare parola, perché il giuramento era proprio nel silenzio, sopra questa pietra scritta. E poi in me c'è anche un altro fantasma che devo confessarvi, che è prepotente, potente, che la civiltà nuragica sarda dal 2000 a.C. al 700 a.C. non ha scrittura. Non è possibile. Questa è una civiltà di altissimo livello. Pensate, noi facciamo la festa del sole e il sostizio d'estate, un raggio di sole entra in tutti i 7.000 nuraghi della Sardegna, in uno stesso momento, architettura e astronomia. Il posto sacro è di una perfezione inimitabile, voi lo dovete vedere il posto sacro di Santa Cristina, è inimitabile come perfezione e ogni certo numero di anni ben stabilito un raggio di luna scende a perpendicolo in un foro invisibile a illuminare la Dea Acqua. Non è possibile che questa civiltà non abbia la scrittura. E abbiamo negli scavi reperti della civiltà micenea, egizia, medio orientale e dunque i popoli del mare erano la navicella votiva e il bronzetto nuragico sono i segni distintivi di questa civiltà, di navigatori, noi come non abbiamo la scrittura? E noi abbiamo questo complesso, siamo alla ricerca della scrittura e non la troviamo. E in me questo complica le cose. E tra astine, lettere dell'alfabeto, proibizioni e questa genealogia punitiva che non ci dà la scrittura, proprio mi ha creato una situazione di dramma, di irrisolta. Io infatti parlando così credo a volte, non so quel che dico, ma state certi che quando scrivo credo di sapere ciò che scrivo, assolutamente. A questo punto mi dovete dare un aiuto, mi dovete aiutare come elaborare questo dramma tra oralità e scrittura e ho provato a trovare aiuti. E Derrida mi aiuta perché Derrida rinnega la concezione metafisica della voce per giungere ad una scrittura altra, diversa, capace di decostruire, di mettere fuori gioco la funzione tradizionale della scrittura come semplice descrizione fonetica della parola orale e per venire ad una scrittura costellata di lapsus, di smagliature, di cancellazioni, che insegue un senso senza mai trovarlo. Una volta per tutte. Perché il senso è altrove e in un altro luogo può lasciare soltanto tracce. E beh, questo un po' mi aiuta. Mentre Husserl non mi aiuta tanto perché rintraccia la voce pura. Dice di rintracciare la voce pura. Già io sono nell'oralità. E dice nel monologo interiore, nel solilochio esclusivamente mentale, dice Husserl, voce pura che non pretende di comunicare con nessuno. E che non vuole un interlocutore. Io girando qui poco fa ho visto un libro addirittura intitolato L'interlocutore. Come è possibile senza interlocuzione? Platone poi mi spaventa, spero di non avere sbagliato il senso, perché Platone dice che l'anima dialoga con se stessa. E che non c'è bisogno di figure corporee, non ha bisogno né di suoni né di immagini. E come facciamo? Senza immagini, senza suoni. Un po' mi aiuta Blanchot quando dice la scrittura non presenta rendendo ciò che mostra, ma mostrandolo dietro tutte le cose con il senso e l'assenza di tutto. Forse Armando Verdiglione pone una prospettiva per questo mio dramma di questa scrittura del paradiso. Bella questa scrittura del paradiso, questa scrittura diplomatica. Come dire, che scrivere è altrimenti che parlare, e che parlare è altrimenti che scrivere. Non c'è contraddizione, si opera questo dramma. Sono due dimensioni non contrastive, non contrapositive. Et, et, vel, vel. Beh, questo mi conforta, da oggi penso, di fare così. La scrittura come invenzione, ritmo dell'infinitezza del tempo. Grazie. Allora, ci sono ancora 72 esposizioni, e le faremo tra domani e dopodomani. Bisogna incominciare molto presto, molto presto, cioè domani mattina alle 9 e un quarto. Incominciamo, addirittura forse alle 9, anzi diciamo alle 9. Anticipiamo di mezz'ora perché altrimenti è arduo il compito. Quindi anche Marty Kaplan la sentiamo ancora domani, Annalisa Sacca e ciascuno di voi. Anche Clara Ferreira Alves sentiremo domani, come del resto ciascuno. Anche Slavoj Magala. Salutiamo anche Baris Kurakin, Augusto Ponzio, Luciano Ponzio, il maestro Panichi, Roberto Panichi. Allora adesso non abbiamo lavorato molto, ma insomma abbiamo un concerto importante, importantissimo. Sì, abbiamo il concerto che è importantissimo. Allora, siccome tenendo conto che adesso le signore si devono cambiare, allora, il concerto inizia, cioè inizia, non bisogna andare lì alle 7 e mezzo. Alle 7 e mezzo inizia, voi sapete che nella musica è importantissimo stabilire quando inizia. Quindi alle 7 e mezzo inizia a suonare. Quindi chi non c'è non può più entrare. Ecco. Allora, c'è anche il nostro amico, sentiamo domani. Allora, c'è anche il nostro amico, sentiamo domani.